Я рад всех приветствовать! Сегодня у нас планируется не совсем обычный репортаж. Мы приехали на озеро Черница, которое находится в Беларуси. И здесь проходит международный турнир по ловле карпа, который называется «Славянский карп». Участие в нем принимают 12 команд, и мы приехали не к старту, а уже на второй день. Нам дали протокол, в котором я увидел, что за сутки команды словили 318 килограмм рыбы. А это говорит о том, что рыбалка хорошая, клев есть, рыба попадается крупная. Вот сейчас на данный момент 10900, самый крупный это амур. Мы немножечко пробежимся по секторам, посмотрим, как вообще происходит вот это движение под названием спортивный карпфишинг. Потому что у большинства людей, даже у большинства рыболовов, на самом деле в голове нет четкого представления, что же такое карпфишинг. А еще у большего большинства, если так можно сказать, это представление неправильное. О том, что карпфишинг это что-то сродни там наливай да пей, или сродни это для олигархов, или ну есть разные заблуждения. Поэтому сегодня на этом турнире, где присутствуют команды из трех стран, мы пробежимся и посмотрим, кто что и как ловит. Продолжение следует... Первый сектор, в который мы зашли, по счету, конечно, не первый, он 20-й. И здесь мои знакомые Константин, Марина, Слава, Костя и Марина из Смоленска. Который раз, Костя, вы в Белоруссии, ну нет, который раз вы начальницы двойной начнете? Мы первый раз приехали начальницу, ну не получалось у вас никак, а уже этот турнир мы никак не могли пропустить. Ну это колесо фортуны улыбнулось, 20-й сектор считается, ну обычно считается, хотя это ни о чем никогда не говорит, особенно на соревнованиях, но он считается уловистым. Вы за сутки сколько сдали рыб? У нас получается 10 рыб мы сдали. 10 рыб, ну 64 килограмма. И на сегодняшнее утро команда Феникс, я забыл представить, команда Феникс лидировала, я надеюсь, между нами говоря, учитывая, что Марина и Костя узнаю уже не первый год, что в них все будет и дальше хорошо. Как вообще условия ловли Костя? Тяжело, близко надо кидать, далеко, как вы точке? Нет, настолько вот как получилось, что нам на самом деле повезло с этим сектором, потому что мы понимали, что сюда приедут, ну не будет здесь слабых команд. Здесь приедут дальнобои. Тут, да, тут рядом стоят 160-170, дальше там еще страшнее, там подумать страшно даже, сколько там работают люди. И я как бы понимал то, что нас только спасет, это будет где-то, ну как бы, приоритетом будет крайний сектор, где-то какой-то, конечно, как бы там мечтали мы о 20-м секторе, но прямо вот, чтобы он воочию вот так вот. Кто тянул бочонок, кто вытянул 20-й сектор? Ну Марина, конечно, то есть. Да, черница не обидела. Марину здесь уже прозвали Сонька Золотая Ручка. Это хорошо. Скажите, как Слава попал в команду в Смоленскую? Значит, со Славой мы знакомы уже два года. Три. Три года, да, мы еще познакомились на озере Налон, и как бы в том году неоднократно от Славы звучало предложение о том, что давайте попробуем выступить совместно с командой. Он нас не один раз приглашал на ИЦЛ, но по различным причинам у нас как бы не получалось. И когда было озвучено, что вот этот турнир, мы решили... Скоперировать. Попробуем, да. Вот вы все время вместе ездите, естественно. В Белоруссии часто бываете на белорусских озерах или хватает российских? Нет, нам очень нравится выступать на белорусских. И нас приглашают, каждый год нас приглашают белорусы. Но несмотря на то, что водоемы всего два черницы и Новое, либо спортивные. Ну, не, ну, нас приглашают. В этом году у нас не только черницы, но и на Новое, которые предстоят, нас приглашают. Белоруссию мы очень. Мы ее полюбили еще, я не знаю, еще до карпфишинга мы полюбили в Белоруссии, потому что мы ездили на другие, на дикие озера, рыбачили, нам очень нравится. Кость, тогда отсюда у меня следующий вопрос. Сколько вот вы с Мариной вместе занимаетесь? Карпфишинг, ну, скажем, ловлей карп. Вообще не карпфишингом, не спортом, сколько вот ловлей карпа? И сколько планируете заниматься? Ну, вот, как бы, совместно занимаемся уже сколько, 4 года? 4 года совместно, вот. Нет. Сколько? 6. 6. Да, 6. Ну, да, я как бы тогда, 6. А сколько планируем? Сколько Бог до здоровья. Да, отлично. Хорошо, давайте успехов, я в вас верю. Если там тотализатор кто-то будет везти по берегу, я на вас закину денежку. Денежку, так что не подведите. Слава, третий участник, тоже мой давний знакомый. Ну, конечно, не такой, не древний, но знакомый. Слава, куда ты смотришь и что ты вместе с Джерри хочешь там увидеть? Да, ближайшие конкуренты, походу, сдают рыбу и, наверное, штучки 3 вроде сдали. Вроде, у них взвешивание идет. Симбайкарп. Симбайкарп, трех сдали. Седьмой сектор. Седьмой, получается, наискосок от 20-го, но здесь в бинокль хорошо все просматривается. Отлично, да. Поэтому что-то надо теперь делать. Поджилки трясутся. Немножечко кто-то догоняет, да? Слав, такой вопрос. На твой взгляд, почему с 7 утра у вас не было поклевок? Ветер. Ветер, наверное. Туда в дамбу все подул и рыбу прошла. Пока что вот так. Больше пока мыслей нет. Ну, понял. Пока нет. Не буду отвлекать, работайте. Пойдем дальше. Спасибо. Мы перешли в следующий сектор. Он номер 19. И здесь у нас команда Союз Карп 67. Тоже с земляками рядом. Город Смоленск. Команда большая. Николай Леонид, Дмитрий, Максим. Ну, Николай, расскажи твои впечатления. Ты на Чернице на соревнованиях, вот, ну, скажем, такого международного уровня. Ваша команда первый раз или была? Да, наша команда на Чернице первый раз. Ну, мы вот были на Новом, на Кубке Бульбарш, были два раза. Нас это очень впечатлило. Ну, и решила наша команда, наша фирма, команда выступить спонсором на водоеме Черница в Минской области. Как я уже говорил в начале, компания Виадук М, спонсор этого турнира, как бы, идейный вдохновитель турнира. Ну, и, соответственно, команда Союз Карп 67, это организаторы, так, наверное, можно сказать. Я слышал, что все взносы с команд идут целиком на призовой фонд, то есть, хороший призовой фонд, а расходы, связанные с банкетом, с арендой водоема, компания взяла на себя, да? Да, так и есть. То есть, мы оплатили полностью аренду водоема, оплатили банкет, а взносы, которые собирались с командой, пошли на призовые и пошли на кубки. Красивые кубки. Поэтому водоем его, наверное, он может вместить, ну, максимум, 12 команд, как есть, да? Были кто-то, кто остался в резерве и не попал? Нет, все команды до последнего, то есть, как бы, собирались те, ну, хотели мы еще пригласить команды с Украины, чтобы это было, действительно, ну, четыре страны. Да, чтобы было четыре страны, глобальный турнир, тем более, у них есть тоже, чему поучитывать, у многого. Да-да. Ну, получилось, как бы, было 12 мест и получилось, 12 команды. 12 команды. То есть, водоем заполнен полностью, серьезные призовые, чего кривить душой, серьезные призы, поэтому борьба идет нешуточная. Ты мне, Коль, расскажи, Ваш приезд, ну, с чего начали? Ну, мы на водоеме, скажем, третий раз, но на соревнованиях первый раз. Естественно, что мы маркирились, естественно, что информации, как такое глобальное у меня не было, как могли, то есть, как бы, мы маркирились, маркирились долго, наверное, на два с половиной часа маркирились. Короче, пришлось с чистого листа, просто хотел показать, вот такой, открывать не будем, но вот маркерный блокнот, он выглядит так, там, я так подозреваю, карта подробная полностью, сектор, дистанция, насадки, программа. Да, это уже останется как плюс, как опыт, который здесь будет получен. Ну, и вот это вот, расскажи, что это? Ну, вот, значит, мы получили ночью две поклевки на дальней дистанции, рыба, вероятно, была очень большая, и был производственен срез. Ну, это срез, буквально, он подержал ее, Максим, наверное, минуты 3-4, пока развернул, был срез шок-лидера пополам. А на втором забросе, с этой же точки, мы достали вот такую ракушку, легло грузило сюда, и вот поводок зацепился, ему его вытянули. Вот, примерно, такая же ракушка находилась в этой же точке. Точка ловли, такими вот изобилами, огромными ракушками. Мы ее достали. Ну, и слышал уже от соседей в 20-м секторе, что вы ловите очень далеко. Какие у вас дистанции? Ловим далеко, то есть, вот как мы промаркились, мне тут, как бы, скрывать-то нечего, значит, у нас дистанция кормления 150, одна, ловим мы на 160 метр, вторая дистанция на 130, ловим на 140, и одна ближняя точка, это 80 метров. То есть, мы сделали три точки, исходя из ночи, то есть, вначале было две, а потом утром добавили третью, как бы, ночная точка пока не сработала, покровки получили вот на дальней точке, и вчера было. Да, немного ошибся, на ближней точке была на вас поклевка, видимо, амура, ну, не успели пойти. Ну, работа, получается, сегодня только второй день, идет, и предстоит сложная работа на дальних дистанциях. Как бы мы уже все продумали, то своей программой мы вступать, какие-то коррективы уносить уже больше не будем, то есть, программа еще продумала в Смоленске, в принципе, она вся зарекомендовала, надеяться только ждать. Ну, ясно, что рыба придет. Ну, так часто бывает на соревнованиях по карпфишингу, когда кто-то в третий день берет и просто, фу, и улетает по лову вперед. Будем надеяться, 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 надеяться на главного бросальщика Максима. Да, что его не покинуть силы. Да, что его не покинуть силы, это он ловит на этих, скажем, экстремальных дистанциях, это наш, скажем, физик-робот. Ну, Максим соблюдает этот режим сна и бодрствования, мы приехали, Максим отдыхал, пока не надо было перезакинуться, то есть, это человек один из, хотя вся команда важна, команда это одно целое. Ну, и почему у вас четыре? Ну, как бы, так сложилось, что четыре человека, как бы, все любители этой рыбалки, но мы вдвоем в одной организации с Леонидом, директор, я заместитель, поэтому, как бы, в любом случае, четыре головы лучше, чем две. Тем более, это коммерческие турниры, они соревнования, где там уже строго определенного, там, два или три человека, все-таки какая-то помощь, и не надо забывать, что команда у нас молодая, все-таки, там, третий год команде, то есть, здесь команда уже, и люди занимаются карфишингом, наверное, десятки лет, то мы всего лишь третий год. Команда молодая, она уже замечена и на новом, и здесь, и у себя на соревнованиях, много раз мы, конечно, тоже за вами следим, и о том, что команда молодая говорит то, что они все на помосте, они все работают, пока, без прерыва. Нету такого, что все в палатках, как это бывает, это очень опыт. Ну, как-то у нас, вот, такое не было. Нет, у нас такой вроде как, ну, вот все живые, как бы, все это видеть. Да. Дошли, наконец-то, до земляков, команда Карп Фишермен, город Гродно, Дмитрий, Николай. Дмитрий, как собираетесь побеждать, расскажи мне? Убираемся, ну, своей тактикой, которая была разработана у нас еще заранее, до выезда. Ну, вот смотрю, у Союз Карпа тоже, говорит, мы в Смоленске тактику сделали, и кидают, ну, маркирились, кидают далеко, вы далеко кидаете? Ну, мы не особо далеко кидаем, как бы, не, можем кидать, но пока не видим в этом смысла, если надо будет, то будем кидать дальше, но пока не видим, чтобы выходить за точку там, или что-то делать пока. Дмитрий, как давно ваша команда ловит Карпа, как давно вы соревнуетесь? Ну, мы, наверное, познакомились уже сколько? Лет 5, наверное, уже мы выступаем вместе, то есть, вот как познакомились, и вот вдвоем, получается, постоянно выступаем. Черница, это для вас домашний водоем, или такой же, как и для Смолян, например? Ну, в принципе, такой же, то есть, ну, я был здесь три раза на Чернице, наверное, Коля, ну, раз 6, наверное. Ну, то есть, не так много, как некоторые дальше стоящие команды? Мы больше, как бы, на новом были, нам туда ближе. Маркирились, или у кого-то спросили дистанцию? Нет, мы маркирились, но мы еще стояли, и вот был на... Да, ПСЛ было, и мы выступали в этом секторе займи на третьем месте. А, то есть, сектор не новый для вас? Нет, в секторе уже стояли. Ясно. Ну, хорошо, ребята... Так получилось, что стояли. Смотрю, что ребята работают, тоже никто не спит, так вот удивительно. День, вроде говорят, ни у кого не клюет, а все все равно на помостах. Все работают, всю ночь работали. Сейчас работаем, и будем работать дальше. Эти соревнования, они сколько, 96 часов получается, наверное, или 100, как? 96. 96, это четверо суток обычные. Как обычно, дальше? Вот вторые сутки, которые идут сейчас, это обычно что? Это уже когда все понятно, и будем работать так до конца, или это еще тот момент, когда... Нет, тот момент уже, когда надо уже идти, ну, наверное, менять что-то я не вижу смысла, то есть, просто продолжать темп и наращивать его. Вы сейчас три рыбы взяли, получается, это ночные рыбы, или... Ну, мы взяли вчера, и две сегодня утром, и два схода у нас было. А, со сходами есть тоже проблемы, да? Ну, ну, как? Ну, ракушка во всем. А, ракушка, как и там. А вот этот вот, как ее зовут, Паша? А этот Джерри. Джерри, он на весь лес работает? Да, он постоянно приходит в гости ко всем, то есть... Он кушает во всех секторах. Да, он даже кушает бойлы. Вот так вот. В общем, пожелаем успехов. Надеюсь, сегодня вечером снимем, как большую красивую рыбу в мать и поливаем. Ну, я надеюсь, что да. Вот чуть-чуть надо подождать время, и я думаю, что все заснимете, все будет. Мы прошли зону, которая условно называется лес, потому что весь водоем делится на лес. Это сектора с 13 до 20 и дамбу. Сейчас будем переезжать на дамбу в лесу. К некоторым все-таки не заходили, потому что ребята работают, сказали чуть-чуть попозже. А на дамбе кто-то вытянул рыбу, по-моему, это были Team by Carp, и понесли туда такую табличку, на которой пишут вес, с которым фоткаться для Big Fish'а. Поэтому сейчас подъедем к ребятам, узнаем. Ну, и посмотрим на дамбе, кто захочет пообщаться, спросим, как рыбалка, как ловля. И в то же время вижу, что начинает меняться погода, поменялся ветер уже на 90 градусов. И такие тучи идут, возможно, и капнет немножечко дождя. Но тем веселее, потому что все-таки 26, ребятам жарковато. Некоторые не захотели сказать пару слов, потому что, так сказать, в трусах не захотели одеваться. Но я думаю, что к ним мы попадем вечером. И очень желаем, чтобы вечером они взвесили какую-то рыбу, показали нам. Ну и там уже пообщаемся. Мы пришли в 10-й сектор. Здесь стоит наша белорусская команда, Viva Grodno, из города Гродно, как вы поняли из названия. Вивакарп. Вивакарп. Ну, у вас, видишь, Viva Grodno записали. Кстати, исправим. Вивакарп. Команда ваша, Вадим, уже старая команда? Так светится постоянно на турнирах? Ну, уже довольно не новые. Хотя, не совсем там опытные, но и не новички. То есть, сколько лет вот вы спортивным карпфишингом? Мы с 2013 года уже выступаем регулярно, регулярно на каких-то... Для вашей команды Черница это импортный водоем или домашний? Ну, к сожалению, не домашний. Классный водоем, но здесь мы имеем возможность быть только второй раз. Поэтому очень много интересного, непонятного, неизвестного. Когда вы потянули 10-й сектор, обрадовались или не очень? Вообще, да, потому что второй раз здесь и второй раз в этом секторе. Больше мы ничего не знаем. Потому что в 20-м секторе Марина тянула, 20-ку вытянула. Было желание 20-й, ну... Хотелось, конечно, ну вот согласись. Хотелось, хотелось, ну, в принципе, не знаю. Вадим, из твоего опыта выступлений на карповых турнирах, вы же не только в Беларуси ловите, выезжаете. Вот ты мне скажи, ну вот от жеребьевки, вот все-таки в карпфишинге, много зависит? Конечно, много. Я тоже считаю. Это большой процент. Но опять же, зависит от водоема. Разные водоемы есть, то есть размещение положения секторов. Работать, но работать все равно надо уметь в любом секторе. Что интересно, да, у карпятников есть такая фишка. Они, когда попадают в заведомо плохой сектор, большинство работают лучше, чем когда попали бы в хорошее. Все-таки стараясь вытянуть, разгадать, да, и показать, что этот сектор не самое дно, да. Ну, и десятый. Изначально, когда уже едешь, уже едешь, то есть не на отдых, а... На этом турнире с какими-нибудь сложностями столкнулись, в виде, там, корм забыли, или, там, не знаю, рвется что-нибудь? Да нет, в принципе, пока, в общем, у нас в этом плане нет проблем. Больше пока еще непонятно с рыбой, с ходом рыбы, потому что вот второй день, второй день, да, и день ничего не показывает, то есть вообще рыбы нет, рыба исчезла, не показывает никаких признаков ни жизни, ни хода, ни движения. Ага, ну да, по водоему так днем грустновато. Статистика показывает, да. То есть нету с чего делать выводы в этом имеющем. А хотелось бы, хотелось бы что-то понять, где она и что она о себе думает. Да вот у вашей команды, вот когда все-таки складывается окончательное понимание, как надо было ловить, бывает ли, что это происходит во время турнира и приносит результат, или это обычно всегда постфактум, после общения? Как правило, да, это уже после разбора полетов, после окончания, после спокойно отдохнувши, начинаем разбирать, выяснять, обсуждать и к чему-то приходим. Каким образом информацию сохраняете? Потому что у «Союз Карпа» 67-х такой здоровый блокнот. Он говорит, у нас там все. Записываете? Не, ну конечно, конечно. То есть ведется статистика по всем турнирам, записывается все. Потом можно от насадок, от кормов, от погоды, от ветра. То есть только таким, ну, только как-то так можно сделать какие-то выводы определенные. Ясно. Все, надеюсь, на вечернем взвешивании встретимся, и у вас будут все мешки в воде. Пойдем дальше, пройдемся. Спасибо. Мы дошли до 11 сектора. Здесь стоит команда из Латвии, из славного города Риги, с которым нас, кстати, многое связывает. Команда «Бойли Лап» под цифрой 1, потому что латвийские команды 2. 2, да. Деление на команды вот это с одним названием 1 и 2, это на что означает? Что это два разных организма, или вы просто все вместе, а на турниры делитесь? Нет, пытаемся работать, конечно, с обща, насколько это возможно. Можно. Но все равно есть, есть неонцы, которые они делают по-другому, как мы. Ясно. То есть все-таки половинка идет, как бы, совместно, но какие-то части, скажем так, да, техники по-другому. Мы тут недавно в Литве про клубное движение снимали, которое у нас, в принципе, не развито в Латвии. Клубное рыболовное движение тоже существует. Клубы, да? То, что мы, да, идем, делаем и пытаемся. У нас как-то больше 11 человек, ну, наших просто. Маленьких. Маленьких. Вот, а я слышал, когда мы заказывали тут совместно на Салмо прикормку, Норман сказал, что в Латвии 2,5 карпятника, но это, наверное, он просто не в теме. Мы говорим 50. Норман, обычно, шутка. Чемпионат Латвии по карпфишингу существует? Да, он есть, да, но, к сожалению, мы немного за последние годы от этого отошли и немного стоим в стороне. Не то, что хорошо, не плохо, но не наши позиции, и все-таки мы как бы есть уже... Вот, спрашивая насчет клубов, мы вот стоим как бы в стороне этого всего. Ясно. Пока. И старайтесь, судя по тому, что вы здесь, двумя командами, старайтесь больше международных турниров. В Белоруссию мы приезжаем один-два раза в год уже на протяжении пяти лет. Один-два раза в год на протяжении пяти лет. На водоеме Черница? Первый раз. Первый раз. Больше навоя все-таки, да? Первый раз? Вообще, в принципе, на рыбалке даже здесь? Сезон даже открыли. Ну, мы сейчас вот здесь. А, здесь у первого раз. Я уже приезжал в этом году, на тренировочку, на разведочку, посмотреть, что-то как. Ну, что вы расскажете, сектором порадовали вас или огорчили, когда вытянули? А, затачили, или? Сказать. Дело в том, что сектор находится в углу водоема, и с противоположного из леса перекрываются эти два немножко сектора, и ребятам приходится, ну, конечно, на мирных позициях как-то вот решать, кто куда бросает. Ну, у нас уже даже, скажем так, сразу со старта уже веселуха пошла. Веселуха в плане перехлестов соседей. Да, сразу. Ну, карпфишинг, как я понимаю, современный карпфишинг – это увеличение дистанции ловли, рост, да, физической подготовки спортсменов. Конечно. И поэтому углы водоемов теперь все больше и больше исключаются, чтобы никто никому не мешал. Потому что раньше не было вообще людей, не то, что, ну, любой на дистанции не бросал. Сейчас уже эти вот 150, 160, уже все ребята делают. И здесь уже начинают проблемы, потому что, ну, все уже. Да, все далеко. У вас как с этим? Дальние дистанции вам, насколько далекие покоряются? Ну, 100 метров где-то дело. Нет, у нас-то запрещение сейчас. Ну, сейчас 100 метров ограничений. Ну, можно тоже 150, 160. 150, 160 можете, ясно. Две рыбы здесь взяли, чем удивили судьи с утра, да? И хорошую одну рыбу 10-400, я вижу, это карп был или амур? Это был карп. Карп, карп. Вообще тактика ваша построена на ловлю карпа или на ловлю амура? На оба. И то, и то. Ну, это говорит о том, что команда опытная, да, и... Ну, нет у нас с амуром опыт. С амуром у нас, к сожалению, опыт маленький, поскольку в Латвии за сезон можно случайно поймать одного амура. Нет, просто их там. И особенно вот с этим, который здесь, черный амур есть, это вообще, наверное, какая-то отдельная подведка. Мы еще пока с ним не познакомились. Ну, все впереди, надеюсь. Команда называется Boyle Lab, это производитель оборудования для изготовления бойлов. Да. И вот тогда один из направлений. Самое главное направление. Нет, уже нет. Ну, и тогда я у вас такой вопрос спрошу. Вы пользуетесь бойлами скатанными на своем оборудовании, своими бойлами или импортными? Да, не своим. Только все свое. То есть, готовые бойлы вы уже не покупаете давным-давно? Перед вообще выпас... Перед мы вообще начали, скажем так, трейдмарк, как такой бойли лап, мы уже себе делали. Делали себе бойлы. То есть, и сделали под это еще и оборудование. Отлично, спасибо. Надеюсь, на вечернем взвешивании будете поливать рыбу вот такую. Мы еще прием. Рядом со мной человек, которого все знают. Владимир Николаев. И он прям вот на въезде, прям в шестом секторе. Володя, обрадовался или огорчился на жеребьевке? Я начальнице не первый раз, но никогда вообще не попадал на дамбу. Даже на обычную рыбалку. И когда вытащили шестой сектор, многие из нас радовались. Я, честно говоря, не понимал, он никогда здесь не был. Но, как нам рассказывали, сектор достаточно перспективный. О чем мы оптимистично сразу подумали, потому что первую рыбу мы поймали буквально через 10-15 минут после заброса. И подумали, ну сейчас мы... Да, нам, к сожалению, в протокол не попало, так как у нас расстегнулся на замке. Да, история, я слышал, 12, да. У нас там около десятки, да, было. Но на фотографии остался. Да. Ну, случился такой, как я слышал, неприятный случай. Поместили рыбу в мешок, в воду, а мешок расстегнула рыба или как? Молния разъехалась просто. Разъехалась молния. Да, и рыба благополучно. Ну, такое же бывает только у тех людей, которые часто ловят и много рыбы, что молния в износ приходит. У всех, посмотришь, новенькие там мешки. Да, да, потому что нужно стирать мешки. В целом, конечно, настрой боевой. Первые сутки пока что еще ничего не значит. И мы провалились сегодня в турнирной таблице, потому что сделали ошибку, на которую, в принципе, сделали быстренько корректировку. Сегодняшняя, как бы, ночь должна все расставить на свои места. У нас есть главный соперник, 20-й сектор. Они, кстати, на вас в бинокль смотрят постоянно из палатки. Ну, сейчас я посмотрел, прошел по берегу, все отдыхают, потому что день, время не клевое, судя по всему. Очень многие высыпаются, чтобы были силы на ночную ловлю. Нам сказали, что это единственный сектор, который может ловить днем. И мы сегодня поймали карпа. Вчера тоже мы днем поймали двух карпов. Ну, было бы три, если бы не убежал. То есть, в принципе, можно работать вполне работой. Да, мы ловим из-под камыша, у нас зона заброса достаточно широкая, поэтому они периодически плескаются. Одному мы попали чуть ли не в голову, но он отказался клевать и куда-то убежал. У нас здесь ловля днем, охота на карпа сталкивает. Володя, вот такой вопрос. Питание отечественное или импортное? Для карпа, для вас, не страшно. Ну, зерно у нас... Импортное, а было отечественное. Нет, было тоже импортное. У нас... Но здесь карпа и амура, да, в принципе, кормят администрация пшеничкой, кукурузкой, поэтому это обязательно должно присутствовать. Поэтому у нас зерно есть. Причем, если бы это была обычная рыбалка, я бы, конечно, делал ставку на ловлю крупных карпов и делал бы прикормочную программу совершенно по-другому. А так как здесь соревнования и амура, я наблюдал с квадрокоптера, сколько здесь тысяч голов, поэтому нужно обязательно зерно, он его любит, активно кушает. И плюс ко всему, если приходит большое стадо, мелкие зерна, раскиданы площадью, то его можно там на приличное время задержать, чтобы максимум вытащить. Какой-то фантастический результат у тебя был на одном из видео в Чернице. Сколько там было килограмм? 220 килограмм. Ну вот. Я надеюсь, мы сегодня ночью поймаем столько. Вот говорят, что вы все блогеры, там рыбу ловить не умеете. Володя на своем примере доказывает, что умеет ловить не только на любительских рыбалках, не только на каких-то, как говорят, домашних водоемах, но и на соревнованиях. Почему так часто ты на Черницу приезжаешь? Ну, я считаю, что часто. Каждый год, как по несколько раз. У нас была традиция всегда открывать здесь сезон. В течение нескольких лет мы приезжали в одни из секторов Хвост. И у меня было желание огромное приехать и в этот раз. Но я слишком поздно обратился, потому что здесь было абсолютно все занято. И ближайшее время, это примерно конец мая. Поэтому мы не стали долго ждать. Мы приехали на этот турнир, потому что было огромное просто желание сюда приехать. Здесь классная рыбалка, здесь много крупной, сильной рыбы. Мы, кстати, ловим отсюда всех вообще карпов, которых я никогда здесь не ловил. Они очень длинные, реально сазаны. И, как говорят рыбаки и судьи, это дикий карп, который здесь был еще. Который здесь очень давно. Да, да, да. Он очень длинный, темный, такой черный. Видимо, здесь местные где-то живут. Мы их должны всех выловить. Показать им все такое карпфишинг и отпустить обратно. Да. Ну вот, мы дошли уже до крайнего сектора, так скажем, до... Не первого, потому что первое на воде, до шестого, который в начале водоема стоит. Ну и будем ждать вечернего взвешивания. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Пришли мы в гости уже под вечер в сектор в команде TeamByKarp. Сергей, известный карпятник Песков, так скажем. Ну, хорошая команда, так вы как-то сплотили. Сколько вы лет назад вместе начали выступать? Четвертый год, ну, четвертый год, уже съездили чемпионатов мира за это время, сколько? Да, два чемпионата, три чемпионата мира. Три чемпионата мира, то есть покатались немножко по Европе, по России, ну, до Украины не добрались, как бы, ну, вообще, Саша ездил в составе, там, сборной, как бы, белорусы на Кубок Восточной Европы. Да, опыт хватает. Опыт, как и дуракофантика, говорят, да. Ну, наверное, такая одна из самых последних годов команд ваших, которые, видно, что очень профессиональный подход к делу, поэтому очень серьезные турниры и большие трудозатраты, время затраты, и финансово, и все это понятно. Ну, черница, Сергей, для вас домашний, водоем? Ну, да, черница, я, наверное, шоколит на РА8, я знаком, если на РА, может быть, будет даже и больше. Как бы, ну, она поменялась кардинально, буквально года четыре назад здесь все изменилось. С запуском вот этой рыбы, да, то есть, как бы, то, что она сейчас начала сбиваться там, вот, в устье, то есть, как бы, поэтому, ну, есть свои нюансы, тонкости, хотя, вот, сегодня, первые сутки показали, напомнили мне ту часть, которая была изначально, то есть, так оно и было всегда. Как вам плане? То есть, все команды подлавливали, кто-то больше, кто-то меньше, как бы, работала и дамба, работала и леска, как бы, начиналась дамба. Потом, ночная, и там, ближе к утру, это лес, опять рыба возвращалась подажей. То есть, нет этого игры в одни ворота двадцатым сектором? Да, нет такого, как бы, посмотрим, что будет, вот, сегодня ночью, заработать ночью, но, по крайней мере, вот, первые, вот, сутки прошедшие, они показали ту черницу, в которой она была. Реально, от чего это зависит, мне сложно сказать, как бы, да. Ну, да, от чего зависит поведение рыбы вообще, в принципе. Мы не можем, как бы, гадать, как бы, ну, нам это никому неизвестно. Ну, расскажи, как вы собираетесь побеждать? Просто работаем, используем качественную прикормку, то есть, никаких консервантов, все настоящее. То есть, свой свежий бойл? Да, мы катаем свои бойлы, как бы, да, вот, у нас в команде есть Александр, который имеет образование биохимическое, поэтому он этим занимается полностью. Мы три года их, как говорится, обкатывали, искали что-то нужное, там, удешевляли, потому что много маркетинга, напихать в него можно все, что угодно, он будет и стоить 20 евро. То есть, ну, смысл его. А все-таки возможно, как возможно найти этот золотой бойл, который всегда и везде, или под условия всегда? В любом случае, мы все равно, как бы, ловим-то на другие насадки. То есть, мы в корме используем, как бы, свои бойлы, да, а ловим-то, мы все равно, как бы, в поисках. Корм рассчитан на то, чтобы рыбок вам плотно стал, да, и чаще к вам заходило. Заходило, заходило, понравилось, как бы, да. Насадки, другое дело. Ну, вот, мы прошли по нескольким секторам, у кого про корм спрашивали, очень много, получается, в спортивном карпфишинге, кто давно, те сами катают бойлы. Это правильно, я считаю, это правильно. Ты в них уверен, потому что, да, есть магазины хорошие было, я не спорю, как бы, да, то есть, как бы, но нас пугает то, что у них консервант, это раз, это в любом случае хуже для рыбы. То есть, да, она привлекает по-любому, но это хуже все равно. Да. Но, в то же время, ты не знаешь, что в них лежит. Слушай, некоторые, ну, встречал в интернете мнение, что сделать свой качественный бойл получается дороже, чем купить самый дорогой, хороший, там, ну, хороший, импортный, имею в виду, привезенный. Можно, я говорю, можно сделать и бойл свой за 20 евро, да, он будет стоить килограмм, это дорого, да. Но мы не выйдем в этом смысла, как бы, да, то есть, как бы, мы шли от такого уже примерно, как бы, стандартного 15 евро, если бы уменьшали, уменьшали, как бы, благодаря знаниям Саши, как бы, мы убирали те ингредиенты, которые мы считаем, как бы, они, может быть, даже и не нужны. Ну, тем самым, дешевляю, как бы, его, да, обкатывал на рыбалках, как бы, на соревнованиях, и мы прекрасно видим, как бы, и в Чернице, в частности, и в других водоемах, и в том же в Израиле, мы катаемся, как бы, тоже со своими бойлами, что они реально, на них, по крайней мере, рыбы приходят, кормятся, она не боится, ведь это уже показательно, считаю. Сергей, после жеребьевки, ну, то есть, в момент жеребьевки, когда вытянул этот сектор, рад был или, наоборот, огорчились? Нет, я не огорчался, вполне нормальный рабочий сектор, даже по старым моим данным, не занимали команды и призовые места, как бы, то есть, поэтому, нисколько не огорчился, а решился бы, если бы попал бы в 11-й. В 11-й реально бы огорчил, и в 15-й, возможно. Ну, потому что там угол, да, там очень сложно, очень большой прессинг, сплетение удочек, потому что, возможно, сегодня спортсменов кидать, благодаря удочками уже своим физическим данным, как бы, хватает, поэтому, да, там проблема есть, там запрессовано все. Ну, слушай, буквально, там, я не знаю, сколько, наверное, может, лет 6 назад такой же проблемы на Чернице не было, все кидали 100-110, да, это был потолок, да, это прогресс такой произошел на лицо. По увеличению дистанции уже там 161 ловят, тут тоже что-то 150. Возможно, понимаешь, вот Чернице, когда начиналось, как бы, может быть, еще рыбы не боялась, не так, то есть, мы, как бы, прессовали ее, как бы, да. Во-первых, много турниров было на Чернице, там, по 5-6 турниров за год, как бы, ну, и, соответственно, прибывает эту рыбу. То есть, она уже попробовала что-то, что-то боится, то есть, каких-то у нее выработали свои рефлексы и, как бы, страха, да. Поэтому, да, пошли все кто дальше, тот и ловил больше, как бы, это было заметно на самом деле, как бы, да. Ну, я считаю, на Чернице, ну, в частности, вот, на Дамбе, я, вот, и Олегу говорил, как бы, на соревнованиях, как бы, я не вижу здесь смысла среди дальней дистанции, на Чернице, вот, на Дамбе, в частности, да. Потому что здесь нет того рельефа, как бы, да, то есть, там, далеко, где можно что-то найти, интересные, там, перепады какие-то, там, там, далеко, конечно, есть, там, как бы, и камушки, там, и ракушка, но это очень далеко. Это тоже, да, это лодка, да, поэтому, у нас придерживаются мест интересных, которые, как бы, ну, и по ощущениям, и практике ты знаешь, где рыба должна держаться. Сергей, если сравнить спортивный карпфишинг, с обычным, ну, с любительскими выездами, ну, по ловле карпатом, там, карпятника, есть, ну, ты ездишь на обычные рыбалки? Давно-давно уже не езжу, да, потому что, ну, все соревнования, все больше в спорте, как бы, да, хотя, наверное, уже прихожу к тому, что пора, наверное, развивать. Это, например, это паузы, хочется релаксовалась, тишины, то есть, нету такого движения, там, захотел, поспал, захотел, покоронил, захотел, половил, то есть, нету гонки этой. Да, нет, нет, да. Здесь тебе надо постоянно, как бы, думать, следить, смотреть, как бы, ну, ты движение, как бы, соответственно, в этом, конечно, есть только как, как бы, в ром-спорте, как бы, ну, конечно, поэтому все идут в спорт, да, тут уже соревнования. балка как бы это такое уединение как бы вот приводит душой вот это вот рыба то есть ты такая фушу то есть ты не не дергаешься не спешишь никуда как бы это кайфово тоже спортивный карпфишинг он принципе это дорогое увлечение грубо говоря скажем любительский карпфишинг любительская ловля карпа на чем можно сэкономить понятно не надо 10 удочек там 12 или 20 количество прикормки и надо таких как бы дорогих бойлов я считаю для любительской рыбалки вполне достаточно будет те же зерновых это там пару килограмм может быть того же было там и пилиться либо того же комбикорма туда и может спокойно как бы но есть на корме влюбить коммерческой разуме можно сыграну смысл во-первых это пресненько такого то есть это она по-любому придет на корм рыбы сети начал точку она будет ловиться хорошо вторые сутки это получается еще даже не полтора суток наверно полтора суток прошло это время уже можно делать какие-то выводы и нет нет еще рано выводы еще все работают на тех тактиках которые привезли с собой с такая динамика вот ловлю ночной то я думаю все решится в последнее утро да это было очень здорово я думаю было бы всем интересно когда 3 и все бы тогда до последнего не расслабляли булки укрались никто вначале не супер . ну да да ты сидишь на нервах весь переживаешь там поймали там где поймали это лучше чем конец края частом 350 килограмм на выпидом тяжело за морально тяжелее намного но пока достаточно плотно и вот утренний по крайней мере протокол на вечерние не особо то изменится потому что рыбы немного сделают вы все главное не выгореть до последней ночи отдыхать днем конечно здесь на кабель я думаю будет скорее всего бушет вечерняя ночная утренняя такая ранее утренняя ловля днем бы подлавливаясь там одна-две рыбки я думаю не будет такой стабильности ночной вот так что соревнования соревновательный карпфишинг для тех кто ночную ловлю не любит как например я потому что они не забрасываю ночью даже когда езжу то не очень подходит потому что бывают ситуации бывают водоемы где клюет там исключительно вечером и ночью да все не будем больше дурить голову спасибо спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тут в это время обычно интереснее, чем взвешивание вечернее Ну и команда SM67 Team Известные всем люди Здесь Сережа, Николай, Олег Почему приуныли? Прошел только экватор турнира И день наладить не можем Поэтому приуныли, отстаем Ну и каков план? Ну нужно Попробовать, да Активную рыбу поискать Вылезти с заточки Все меняют что-то Приходится менять тактики У кого-то была мелкая рыба Вчера стала крупная Ну и общий вес, получается, улова за 2 дня уже за 600 кг перевалил То есть Ну это вес считается, ну, хороший для соревнований За 2 дня 600 кг вот на 12 команд Ну для 12 команд, да Для 12, да Учитывая, что прессинг очень большой на водоем И в жару рыба уходит туда далеко Нормально Я слышал, что Тяжело ловить на чернице Говорили, что это первый турнир в этом году на чернице То есть рыба как-то, может, отвыкла немножко от соревнований Подтупливая, так сказать Как по-вашему, есть возможность, что более крупная рыба Тут немножко смирится с тем, что вы бомбите с помбами всем И начнет к третьим-четвертым суткам клевать Ночь показала уже Десятый сектор Ну, десятый, да Хорошая рыба Ночная ловля, она тихая, поэтому она подходит Коля, какие у вас дистанции? Куда кидаете? Далеко? Это видео выйдет после После, да Слушай, ну, работаем мы на 130 кормом А ловим до 150 пока что А, пока что до 150 Команда и в тактическом плане, и в физической подготовке Как видно, ребята все мощные Сережа тоже мой Мощный То есть вот ваши, ну, скажем так, по средней, по нормальной погоде Ваш самый дальний рубеж, на котором вы можете работать с насадками Ну, куда можете ловить? Ну, до 160 метров, наверное До 160 метров Погода позволяет Мы вчера, к сожалению, не успели нажать на кнопочку Когда Олег хотел выкинуть на 180 Ты удочкой не выдержала Там не столько много было Ветер надо было пробивать Ну, это надо смотреть Мы сняли и в замедленном воспроизведении Вот этот, ну, действительно мощный заброс И в современном карпфишинге Отколь на ваше мнение Физическая подготовка играет роль Потому что мы вчера общались, допустим, с теми же Тимбайкарп И Сергей вспоминал те времена, когда на Чернице Лет 5 назад всего лишь 100-110 это было Уже маркеры там стояли, обозначая сектор Никто не мог докинуться Сейчас уже сумасшедшие дистанции Там 150, у вас 150 Физическая подготовка выходит на первый план, да? Ну, не на первый, но не на последний В современном карпфишинге, правильно, что ты подметил Отметил Что физическая подготовка Оперативность действий, принятие их Подстраивание под все ситуации соперников Вот наш провал мы связываем с выдвижением соперников То есть мы считаем, что ту рыбу, которую мы успешно ловили в первое взвешивание Это была рыба с их стороны Благодаря дальности мы ее выдергивали То есть она обходила Да, дальше ребята накинули метров в 10 По нашему предположению Опять же и физически сработали И визуально грамотно Все И половили эту ночь рыбы лучше, чем лучше Поэтому это целый комплекс Ну вот мы ходили, смотрели У многих действительно очень много дорогих снастей и прочее Все-таки у меня вот вопрос, как у обывателя Вот войти в спортивный карпфишинг Это дорого? Или в принципе можно войти и попробовать? Учитывая, что все растут, растут с дистанциями Я бы сказал, в меру дорого То есть нет там сумасшедших денег? То есть набраться опыта, войти можно в принципе с недорогими снастями? Снасти, да Снасти, да, недорогие А питание в спорте Это однозначно должно быть конкурентное питание Вот здесь можно не экономить, да В спорте А сейчас снастей довольно-таки качественных Если в умелых руках, они не проигрывают Ясно Коль, еще у тебя хотел такой вопрос спросить Вы же ездите на обычные рыбалки или у вас только соревнований? Ну только вчера разговаривали, что Со всем малым временем мы проводим на простых рыбалках Бываем, но... В общем, световой день получается Всем ими выходить, обалдеть, поймать рыбалки Это уже вторые соревнования, которые мы посещаем в этом году А на рыбалке мы были, не были еще суток Ну хотя бы там Я понял На световой день вырвались Ну в Смоленске, в частности на Михайловке Вы же организуете и семейного формата фестиваля Ну это не мы организуем, мы организуем именно рейтинговые турниры А, рейтинг Да В этом году два будет А что меня только на семейные фестивали звали? Ну потому что у нас такой семейный вещь Потому что там 90 метров, которые я могу докинуть, не имея оборудования В этом отношении там очень хорошо Сергей принимает участие на семейных фестивалях Ну мы уже договорились, мы в следующий раз вместе Либо он тебя в своей семье приведет, либо ты в свою его забирай Большая шведкая семья будет Но все равно, учитывая, что на обычной рыбалке это вы тоже поездили перед спортом Я хотел спросить, вот обычные Ну вот, большинство людей считают, что карфишинг это для олигархов На обычных рыбалках на чем можно сэкономить? Помимо того, что можно снасти проще взять На корме можно сэкономить? Вы на обычных рыбалках? Кормитесь так же, как на спорте? Нет Абсолютно, можно на всем Можно, то есть, эту сумму, которую на соревновательные, скинуть Приобретение одной только лодки Может вам уже урезать все оборудование ровно в пятеро Кораблик? Кораблик это не бюджетно Кораблик это не бюджетно уже Причинная лодка одноместная уже можно снасти Вот, кстати, да, действительно, вчера с Рурой говорили, но об этом не подумали Что лодочкой можно завести и корм проще, и точнее положить и бросать на мягко Тебе надо меньше корма Его не обязательно брать уже дешевый даже корм Он может другой, но его надо будет в десятки раз меньше Снасти можно взять деликатней, по надежности, ничем не уступающей И по цене намного дешевле Понял, ладно, не будем отвлекать Потому что... Он будет семейным, торчищем А спорт, мы просто рано очень сразу в спорт полезли Настолько это завлекло, что даже реально Наверное, не хватает даже иногда опыта обычных рыбалок Потому что бывают водоемы, где надо думать не по-спортивному Приезжаешь на водоем, а там много трофейной рыбы И ее по-спортивному очень тяжело ловить Ее надо именно знать, как на рыбалках ловить Ясно Ну и вообще опыт рыбалки Ну да, это опыт Тут ничего, ничего не скажешь Спортивный завт вверх Ладно, давайте последний у вас вопрос Ваша команда в таком формате Сколько лет существует, когда вы так сформировались? 16-го года Ну, то есть молодая Да, еще совсем молодая Молодая, перспективная команда Мы успели привыкнуть И мы напутаем имена Имена? Или иногда подсекаете, знаете, как у еще одних смолян Две удочки на правую руку крутить две удочки на лево А у вас одна Понял? Одна правая Спасибо, ребята Вижу, что вы там рветесь работать Немножко позитива надо добавить Ну, все Увидимся Увидимся Мы в воскресенье вернемся Уже на награждение И посмотрим, как все изменилось Потому что вот сейчас экватор турнира И вот каждое взвешивание все вот меняется Кто-то вперед выскочил У кого-то рыба крупнее, у кого-то мельче Интересно действительно будет в воскресенье Взглянуть уже на финальный протокол Я надеюсь, что этот турнир выйдет за тонну По общему улову Ну, вот сейчас на середине 600 килограмм уже есть Я надеюсь, что те, кто не ловил, все-таки словят Есть ребята, кто пока без рыбы А те, кто ловил, словят еще больше Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, начнем Значит, первое, с чего хотим начать Мы поздравляем всех с окончанием турнира Успешным окончанием турнира, мне кажется Потому что видно по вашим улыбающим лицам Что мы время провели не зря Получили удовольствие на этом водоеме Значит, первое, с чего начнем Со словом благодарности, наверное, организаторам этого турнира И спонсорам Хочу еще отдельно сказать Хозяину удоема, прекрасному, который доставил такое удовольствие Организаторам и спонсоров турнира Это, я так понимаю, руководящий состав фирмы Viaduk M Попрошу сюда для вручения призов Ну и вам всем огромное спасибо Что проехали и доставили удовольствие И нам тоже Значит, по лесу было поймано 47 карпов И 32 амура Это по лесным секторам Значит, по дамбе Одинаковое количество карпов 47 штук И амуров 75 штук То есть Общее количество рыбы 107 амуров 94 карпа Получилось И по тоннажу Тонна 477 килограмм 700 грамм 23 килограмм не хватило до полторы тонны Я считаю, в принципе Посмотрели, даже что видели Все сектора подлавливали Одновременно Кто больше старался Кто меньше старался Но результаты, конечно, все очень красиво И количество рыб тоже очень красиво Давайте начнем Как обычно, наверное С последнего места Значит, 12 команд 12 место у нас заняла команда Ихтус Город Курск Значит Есть у нас Есть у нас приз За последнее место Выставил его Александр Лазерко Подождите к нам Там у вас, впрочем Это как бы утешительный приз За последнее место Значит 11 место Карп Союз Карп 67 Город Смоленск Аплодируем Выходите, ребята Значит С весом 49 килограмм Значит Ихтус Я не сказал Значит Ихтус 37 340 Спасибо 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 10 место у нас Команда Болиллаб 1 Город Рига С весом 62 килограмма 460 грамм 62 62 Да, тут веса такие 62 62,46 И значит У нас идет 9 место Болиллаб 2 Город Рига То есть 9 место 63 24 И 9 63 23 И 62 46 Представляете Какая разница У вас Почти нога в ногу Рука в руку Идете Значит И восьмое место Теперь мы переходим Это Карп Тревел Девятка Город Москва С весом 110 990 Выходите А, ну Понятно Бранский боец А, нету Значит Седьмое место У нас Бульбаш Город Брест Слом 117 720 15 Спасибо Дай другие Какие? Да посвежее Саша Дай посвежее Повкуснее Значит Шестое место На На шестом месте У нас расположилась Камарда Карп Фишермар Город Гродно С весом 129 63 Пятое место ВИП 13 Город Бевгород 132 46 Теперь у нас Замутилась Такая небольшая Интрига Пожалуйста Значит Самый Бигфиш У нас идет По водоему Бигфиш Карп 13 630 Команда Тимбай Карп Город Минск Получает Денежное вознаграждение Карп Где еще человек Это на Карпу Там деньги Пересчитают Как ты один Спасибо Михалыч Спасибо Ну у нас еще есть номинация Но тоже с кубками Бигфиш Амур Значит Это Виво Гродно 12 250 Молодцы Красавцы Ну что А теперь приступим Огласим Точнее Самую главную интригу Нашего турнира Четвертое место Заняла команда Заняла команда Феникс Смоленск С результатом 178 650 178 Протоколы всем выдадим Протоколы Отдадим Что за четвертое А стоп Стоп Славка Идем туда За четвертое место Также еще есть приз От команды Бойли Ламп Поаплодируем Четвертое место И команде Бойли Ламп Ну и Самые призовые У нас начинаются С результатом 179 250 Прошу заметить 178 654 И 179 250 Заняла команда Виво Гродно Поаплодируем Обошли на последний Третье место Так пацанам Все пацанам Все пацанам Аплодируем Аплодируем Действительно Очень трудовое Третье место Очень Значит Второе место Второе место Второе место Заняла команда С результатом 193 Кг 530 Грамм СМ67 Тим Город Смоленск Кубки Медали Денежный прыж От генерального спонсора Реодук М Ну что ж Подошли мы К самым лидерам Нашего турнира Команда Тим Байкар С результатом Хочу заметить 222 килограмма 220 грамм 5 килограмм Заняла первое место Кубки Медали От спонсоров И Приз От команды Боли Лам Ну что аплодисменты Овансы Громкие Фотосессия Все трудовое Все трудовое Что еще Давайте улыбайтесь Что вы стали Громкие Ну что Может кто-то Хочет сказать Слова Благодарности Где-то Всем спасибо Подождите Сейчас Олег Может скажут Как организатор Спасибо огромное Всем Всем участникам За Отличную борьбу За спортивное поведение За Вешенную интригу До самого конца Победителям Просто Огромное Поздравление Уважение Всем участникам Спасибо большое Организатору Этого фурмира Генеральному спонсору Спонсорам Корпхаус Спонсорам Пукуем Ребята Давайте собираться Каждый год Это супер Обожаю Чернице Максиму И отдельное Спасибо Хочу сказать Нашему Пукуем Пожалуйста Не дам Пацаны А еще я хочу Вот от тебя Лично Максиму Сказать Такая бойкая Рыба Транзец Вы получили Наверное удовольствие Сильное Бойкое Желаю И большое Количество Всем спасибо Всем хорошей дороги Ура 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok